Они и так лучшие. Каждый из них. Ведь без устали трудились, сохраняя наше здоровье, наши жизни в период пандемии. Речь, конечно, идет о медработниках. В преддверии профессионального праздника их поздравил Аким области Галий Скалиев. На торжественном мероприятии в Дворце культуры молодежи побывала и наша съемочная группа. Больничные коридоры, большое количество пациентов и опасность, подстерегающая на каждом углу. Для людей в белых халатах год выдался мягко говоря тяжелым. Из формального профессионального праздника День медицинского работника с начала пандемии стал практически одним из главных. Сколько всего переживают врачи, пока спасают наши жизни, пожалуй, не узнает никто из нас. Оттого и награда лучшим сотрудникам в дни, когда удается сдерживать коронавирус, выглядит особенно заслуженный. Марат Кусмагамбетов, врач с богатым опытом, который в борьбе с невидимым врагом, ему очень пригодился. Медработнику вручили знак «Ветеран труда». В прошлом году, в принципе, когда пандемия началась, естественно, для всей медицины было очень трудной задачей. Очень было тяжело, действительно, вначале. Все понимают об этом, вначале что-то не хватало, еще чего-то не хватало. Но, несмотря на все это, благодаря слаженности всего медицинского коллектива нашего области, можно и города, пандемию в прошлом году немножко, в принципе, стабилизировали. Сказать, что победили, это может быть слишком громко будет сказано, но стабилизировали. Впрочем, можно спасать жизни не только облачившись в белый халат. Как? Спросите у донора. Сложно представить, но Маншук Тлеулиева уже 41 год сдает кровь, помогая больным. На ее счету не один десяток спасенных жизней, и сегодня награда нашла героиню. «В первую очередь я сдаю ради себя, а во вторую – это для детей моя кровь, потому что я ни курю, ни пью, и все это сдается только маленьким детям». Пока врачи без устали трудятся, государство со своей стороны старается не только обеспечить их всем необходимым, но и серьезно развить мединфраструктуру. Во-первых, открываются новые учреждения и ремонтируются старые. Во-вторых, обновляется оборудование, автопарки, внедряются современные технологические средства. Но и самое ценное в этой сфере – кадры. Их привлекают в наш регион немало, отметил в своем выступлении Аким области Галий Скалиев. В прошлом году в наш регион прибыли 119 молодых врачей, из которых 54 человека направлены в районные области. В 2021 году единовременно денежная компенсация в размере миллиона тенге выплачена 30 специалистам. Тем не менее, у нас есть еще потребность во врачебных кадрах. Мы продолжаем уделять приоритетное внимание подготовке квалифицированных кадров, обучению специалистов в резидентуре вузов страны по таким востребованным профилям, как инфекционисты, пульмонологи, реаниматологи, хирурги, кардиологи и другие. На сегодняшний день в области трудятся свыше 1700 врачей и около 7000 средних медработников. Они принимают жителей в 38 медицинских учреждениях. Эта цифра, кстати, в последнее время меняется все чаще, ведь количество объектов увеличивается. В прошлом году на базе городской многопрофильной больницы в рамках ГЧП был установлен ангиограф. На сегодняшний день выполняется операция интрамискулярная. Оказывается, помощь пациентов при острых инфекциях. При острой катастрофе головного мозга. Также в декабре месяце был открыт в микроволновой зубы модульный корпус инфекционной больницы, где, как вы знаете, сейчас оказывается помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Торжественный день в преддверии профессионального праздника медработников поздравили не только представители местной власти. Им посвящали песни, для них звучала музыка. Словом организаторам важно было подарить минуты комфорта и радости для тех, кто буквально не знает свободной минуты. Кто практически все время сосредоточен, кто сейчас, в период пандемии, нужен и важен нам как никогда. Ведь в руках каждого врача, каждого фельдшера, каждой медсестры и любого другого специалиста с приставкой мед находятся наши жизни и сохранность нашего здоровья. Алексей Кочемасов, Талгат Муратбаев, Айдос Кисимов, телеканал Акжейк.